Это бы хватило, чтобы шли вместе с камерой. Слава Богу, 160-й панасоник, он, во-первых, чинится дешево, а, во-вторых, ломается не сильно. Слава Богу, он каким-то чудом на МКАДе упал мимо луж, прочего камней каких-то и так далее. Он просто удачно упал. И там ремонт был, ну, по-божеству, не помню, теньки еще были. Да? Но сейчас спроси у Ильяса, как он штатив брать. Вопросов не будет. То есть достаточно один раз камеру. А вы понимаете, что, помимо прочего, вы еще и теряете деньги с мероприятия, потому что она же не завелась после этого. Да и я, честно говоря, не рекомендовал включать камеру после падения. Что там у нее творилось, вы не знаете. Дом разберемся. Ну вот, и поэтому тут вопрос такой. То есть, однозначного ответа нет. У меня есть штативчик, который я использую как универсальный. Он равномерно плохо подходит для всего, но зато для всего. Это Мамфрота, 0,55. А, напишите. Мамфрота. А, вот. И в зависимости от текущей задачки я на нее ставлю разные головы. У меня ноги 0,55. А, вот. С тем же успехом можно 190, а не потоньше. Взять ножки. Это как нижняя часть штатива, собственно, триплота. А, у меня стерея, она отличается тем, что у нее центральная штанга умеет наклоняться вот так. И когда вам нужно снимать одежду, вы его сверху ставите, у вас девочка раскладывает эту одежду, а вы просто, камера висит мордой вниз над шмолкой. Да, то есть, центральную штангу вынимаешь, вот так кладешь. И она фиксируется в этом положении. Но вообще 0,55-е ноги, они вполне годные, как, ну, некий универсальный механизм. Еще раз, универсальных штативов не бывает. Поэтому условно универсальный. Но спим пока. 190-е все то же самое, как потоньше. Поэтому чуть-чуть потяжелее камеры, и все это рухнуло нафиг. Или, например, начало голову вот так. Вот. И к этому у меня несколько голов разных. И, грубо говоря, у меня видео-голова 801-я, Мамфрот, это самая простая видео-голова для всяких блогеров, шмлогеров и прочих видеоргеров. Это же 700-1. 700-1. 700-1. Нет, нет. Верхняя часть штатива, он состоит из ног и из собственной головы, которая появится. Она отдельно покупается? Да. У хорошего штатива, да. Обычно покупаешь штатив плюс голову и дополнительную голову. И вторая голова, которую я активно пользуюсь, у меня есть, но со времен остались. Они же вечные. И не убьешься. В 801-я голова, если я не знаю, что с ней надо сделать, что сломался, то есть тремя ручки. А вот, и вторая голова, которую я активно пользуюсь для фотографии, это венера B. Кажется, у меня один. О. Здоровая толстая шаровая башка. Смысл в чем? Ручку отпустил, камера ходит свободно. Ручку закрыл, камера зафиксировала в том положении, что она оставила. Ну, в принципе, здесь номер не важен, по кошельку и весу можно подбирать, да. Главное, чтобы она не была там BH, BX, они все уже такие. А вот B серия, а кондовая. О. Кстати, тот штатив, про который я сегодня говорил, Бенровский, который в плеере, он именно с этой головой идет, как я, с B2. А вот. Три ручки. Одна обеспечивает вращение камеры горизонтально. Одна обеспечивает жесткость затягивания, чтобы когда вы отпустили, основной, чтобы камера не рухнула. Чтобы она немножко туго ходила. Иначе очень тяжело поймать угол. И третья большая рукоятка. Ее зажимаешь, камера где-то отпускаешь, она болтается. Вот. Есть как бы два подхода, да. Вы можете камеру полностью отпускать свободно, выставлять на глаз картинку и фиксировать. Это вариант номер 1, тогда уже шаровой головы. Если вы предпочитаете по отдельности, по шагам, регулировать каждое отдельное направление, да, то есть отдельный горизонт, отдельный наклон и отдельно вы поворот управляете. И если вы хотите поменять наклон, то это не означает, что у вас поворот в горизонт какую-то ползут. Вот. Тогда вам удобнее 3D-голова с тремя ручками. Так показывает, что длинные ручки обычно вводят в ступор людей. Потому что торчит от клеток рукоятка, непонятно, за какую крутить. Когда короткие ручки, вроде понятны. Но все ситуативно, сейчас шаровые головы стали доступны финансово, потому что они говорят, что они дорогие предпочеты. И основная масса людей на них перешла, потому что они понятные. Ну и последний момент. У меня был такой период, когда я молотил бесконечные портреты с штативом. Начал с того, что я начал снимать доски почета. Ну это вообще один из первых заказов. Доски почета. Собственно, тогда я купил себе 0,55. Это у меня лет, наверное, 17 было. В общем, 20 лет, он штатив. Все работает. Он так потерся немножко. А он был с башкой? Он был с башкой. С 500. По-моему, 801-й он был с башкой, с 3D-головой, которая мне в итоге подошла. Я купил себе пистолетную голову, которая работает так. Пока держишь, она свободная. Отпускаешь, она блокируется. Если вам на скорость, то это офигенно. Раз, поправил, отпустил, камера сфиксировалась, чпок, следующий. То есть, все зависит от задачи. Есть, допустим, головы с микрометрикой. Крутишь ручку, голова поворачивается. Это 18 оборотов. Есть специальные головы для съемки панорам. Они очень на что смотрятся. Такая странная конструкция, старчащая непонятно. непонятными пусками. Но смысл в чем? Там можно, во-первых, очень четко камеру спозиционировать. А, во-вторых, она поворачивается на заданные градусы. В мажорных моделях, как с щелчками. Представляешь, в комплекте градусов, 15 градусов. А так поворачиваешь, шпок, 15 градусов. Дальше круешь, как кольцо диафрагмы, наверное, щелкает. Шпок, меняешь, там 30 градусов. А она тебе больше этого возможности крутить. Ну, это кому что снимать, да? О, я еще раз скажу, что вот это вот более-менее универсальное решение. Это стальные штативы, они тяжелые. Но они более-менее подходят для видео. Они более-менее подходят для фото. В никаком пейзаже, конечно, речи не идем. Ну, ну, вопрос. А цена? Он вечный. То есть, вот так вот в перспективе бесценен. Цена. Ну, вот. Не отвечу, ребят, надо глянуть прямо. А вот, по-моему, в 11701 струк. Ну, да. А вот ноги дороже, наверное. Ну, и на 50 лет, я думаю, столько же. Его нужно брать один раз в хите, причем бэушный на Авито. Потому что еще раз напомню, что моему штативу и ничего... Не, у меня есть штатив старше. Во-первых, у меня есть киношний пингвин. Это глава штативная, пингвин называется. У меня пингвин 2. Пингвин 2 это, наверное, где-то по 70... Вот не помню, только по 73, только по 76 она выпускалась. Она работала в кино всю свою жизнь. После этого я ее забрал, она еще у меня работала. И она в идеальном состоянии. Ничего я не сделала из-за гадания. Только масло меняю, и все. Ну, вот, там... И взливают за это? Ну, да. Слушай, а вот эти вот, они же гидравлические, и что? Они выходят? Какие они гидравлические? Гидравлические? Гидравлические, 500,000... Не разбирал никогда? Ну, нет, конечно. Два пластика, вот таких вот лепестками, которые в масло ломить. А вот это и гидравлическая. Там гидравлика такая же, как я тебе тастилетчик. Вот пингвин, он гидравлический. Ты, ну, брынул, он не отреагировал. Ты, ну, мягко нажалу. Это гидравлика. А это рывком дергаешь, а, дергается. Значит, не гидравлика? Потом гидравлик еще шипит, очень честно. Ну, нажимаешь амплит. Что у нас гидравлика? Внутри масло, система, дуру, которая обеспечивает правильное плавное передвижение. То есть, как бы ты ни пытался рывком провести панораму, она поведет с той скоростью, которая задана его параметром. Если хочешь быстрее, поверни в порядок скорость ухода. И с тем же усилием жмешь, а она поехала быстрее. Причем она плавно начинает, плавно стартует. И еще, особенность гидравлики, я панораму довел, отпустил, и ручка осталась как была. А у механики? Ну, там тоже можно плавно делать. Да, но это зависит от твоих рук. И если устал, спешил, бежал куда-нибудь, и еще вот этот обратный толчок, он раздражает. Потому что у тебя панорама, и потом 5 минут. Ну, 5 минут стоять, придерживаясь эту ручку дуранскую. Потому что иначе отвертся обратно. А вот гидравлики провел, отпустил, все. А это гидравлики? Нет, гидравлики, это другие деньги. Гидравлики там 50-70 тысяч за голову, если бюджетно. Ну, и они тяжелые. Там дырки-то залива масла. Их видно сразу прям. Ну, вот инструкция, что на нем наклеена. Типа, не сливать масло при температуре ниже минус 5 градусов. А как же, да, уж разница температуры. Начал снимать на рассвете, это в минус 3. А закончил плюс 5. Сегодня у нас маски вот эти штативные, они держат бешеную температуру совершенно разброской. То есть они до минус 30 вообще поправок не требуют. Получается, что в нашей зоне климатической, пофигу. А раньше, да. Либо заливаешь масло зимнее, летнее. Смешно, да, в штативе? Либо все время его немножко подкручиваешь. То есть он нагрелся, особенно, знаешь, в дурацкой ситуации, когда тебе нужно 5 машин проводить, то на 5 он уже, ах! Потому что из-за того, что масло переливаешь несколько раз, он нагревается. А он нагревается, а ну лучше течет, лучше течет, он быстрее едет. Ну, это уже как, вот, кстати, у пингвина эта проблема есть. Но, с другой стороны, и, да, и у меня еще есть линхофовский штатив. Он, наверное, год так, какого-нибудь там 55-го. Послевоенный. Полосатый. Зебра. Полосатый. Это то, что они нам поставляли после того, как у них неудачно получилось с восточной компанией. А вот. Знаете, объективы такие бывают в полоском. Белый, черный, белый, черный, фокусировочный в кольце. Это старый. Не видели никогда? Ну, сходите на ноской в магазинчик, там, фотосейл. Там много всякого разного старого железа лежит. Просто смотри. Вот. У меня вот штатив вот этих годов. То есть у него все эти крутирилки полосатые. Шипы вот такие вставляются. Нормальный такой штатив. Он даже в одной потасовке только у меня участвовал. И что его? Между прочим, это штатив из алюминия. О, бля. Да какой он легкий, какой алюминий-то? Это не тот алюминий, который был в 50-х годах. Авиационный алюминий, серая и мерзкая хрень. О, вот. Он не легкий. Но он держит вот такую камеру. И мы по брагону. Вот. То есть, ситуативно нужно решать. Нет однозначного ответа. Прекрасный штатив для пейзажа. Фейссоид, допустим, есть. Офигенные корейские штативы. Заказываются с их сайта, приезжают сюда. Проблем никаких. Все нормально, все замечательно. Но это только для пейзажа машинки. Все, она больше ничего не умеет. То есть, по ситуации. О, плюс есть еще куча брендов, которые все из себя великие бренды, а вы о них не слышали. Ну, в лучшем случае, вы знаете винтом. О, а их там дохрена всякие. Захтлеры. О, ты чем дальше копнешь, это как с мониторами. Какой самый хороший монитор? Ну, все такие хором. Ну, Apple Cinema. Да нет, ребят, хороший монитор это яйца. Чего? Ну, и яма. Чего? Ну, ладно, 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 все, давайте на тормозах. Дэк, дэк, все слышали. Дэк, хороший монитор. Или ViewSonic Pro серия. А, ViewSonic, да, знаю, такие мониторы. Ну, давай, в четвером мы его сейчас поднимем. Четыре. И он всегда с птичкой. Типа, нужно еще три человека, уже плотно донести в смысле монитор. Да, монитор, ну, такой толщина. Профессиональный ViewSonic. У него четыре ручки для переноски. Наверное, предполагаешь, что вдвоем таскать, но таскай в четвером, потому что его грохт, может стоить еще. И вот идешь, как ламага, которая весит, как телевизор советский. Вот, поэтому тут, ну, чем дальше, тем веселее. С другой стороны, наверное, можно с автомобилями сравнить, да? То есть у нас там, мы знаем, там, Mercedes, там, Skoda, там, Audi, да, BMW. А грузовики, ну, Mercedes, Татра, вещь, как сильно я вспомню. А там, мы говорим, фрайтлайнеры, маны, хренаны, там, сколько хочешь. А вот, это профрынок. Я вас молчу про эскаваторы. Мы про них ничего не знаем. То есть узкоспециализированная техника, она только для специалистов. И здесь, ровно, то же самое. То есть если вы хотите, чтобы такой вот трамву, если хочется клевый видеоштатив, завменяемый относительно деньги, некий-то, Захтлер. Захтлер, рейс, прекрасная машина, легенький, все, но я не обещаю, что он мне 70 тысяч стоит. Я, как бы, давно не смотрел, 1070. Хороший штатив. Это самая легкая модель с нижней растяжкой. О, вот. Их много, этих штативок. Синхро посмотрите. Синхро-рук. Там у них, пожалуйста, в разделе операторской обороны, у них штативы. Начинается от 300 тысяч. Это бюджетный есть. То есть, понимаете, да? Все ситуативно. Я, с вашего позволения, вернусь немножко к оптике, да, и тоже про них чуть-чуть расскажу. А, я вам еще одну штуку нарисую, прежде чем рассказать, потому что по штативу заговоряю. Вот, знаете, самолетик небель этих красивых, да, этих самолетик, которые полосы показывают, да? Знаете, как с видеоштатива выглядит самолетик с фотографированным на фотокамерах? Я думаю, смотри. Ты будешь укладывать? Да. Это от него полоска. Камера сработала, особенно зеркалка, затвор щелкнул. Затвор щелкнул, вся эта конструкция раскачалась. И потихонечку колебания угасают. Это безветренная погода. Поэтому ваш самолетик выглядит вот так. Красиво, да? И все остальное так выглядит. А теперь напоминаю, что вот этот вот кусок колебания, это наши самые любимые выдержки. От одной двадцатой до двух секунд. Поэтому использование неправильного штатива, это как бы не айс. На всякие там репортажки удобно ходить с моноподом. Вот у меня нет моноподов, я не пользуюсь. У меня не снимаю репортажки, а? У меня нет моноподов. У всех у моих моноподов есть. У всей моей молодежи у каждого по моноподу. А я вот... А я не снимаю репортаж. У кого-то, ближай, что ты снимай. Я не снимаю здесь в конференции. И то, как я снимаю конференции, ты туда, ты сюда, так здесь встань. У тебя чуть крупнее, план, все, хорошо, все готовы, все. Раз-раз, все нормально, все, приготовить начали. Все, вот мои съемки. Никуда не побежим, спокойно. Да, у нас стоят камеры, я уже подошел к осветителю, поставил ему пиво, залез на сцену, померил экспонометр, пошел, объяснил ему, что у него все неправильно. Ну, выставили как надо, он все в пульте сохранил, и будет потом на всех мероприятиях использовать. Да, вот. Это в презент-отеле случайно наткнулся, я пришел на другое мероприятие, смотрю, свет мой. Подхожу, и осветитель тот, с которым я уже говорил, ой, привет. Я говорю, ну, в принципе, все хорошо. Он уже я знаю. Все, ну, подумал, пиво не получишь. О, все, все схвачено, кабели проложены, проклеены. Все, снимаем. Три часа конференции, все, отснялись, и еще два часа все это разбираем. Ну, у нас вещание на плазмы, вещание на проекты, еще какую-нибудь хрень часто осваиваем. Вещание в интернет с монтажом, пока туго идет, потому что я не могу найти пульта, который стоит обозримых денег до полумиллиона. И при этом все-таки умеет вещать в интернете. Ну, как бы. А вообще, для тех, кто бегает, снимает, очень удобно монопод. Потому что прибежал, монопод поставил, на ножку ему выступил, и все, это указывается... Панорама может. Вот, и панорама может, как умеет. Но, поэтому с киноштатива панорама получше будет. Ну, только с другой стороны, их феназарик показывает. Можно поставить. О, они у нас есть, этим моноподой, посмотреть. В общем, все соты головой. Да. Там такая... А его не надо держать все время? Надо. А, да. Ну, пусть они попробуют. Но здесь же вопрос в том, что если ты снимаешь какую-то движуху, то у тебя нет точки, и ты стоишь и снимаешь. Ну, пять минут максимум спикеру выступать. А если у тебя конференция, когда ты сидишь на стульчике, и только так поглядываешь, камера на это... А то и не... Вначале включил, в конце выключил. Работа оператора. Просто приглядываешь, чтобы ее никто не уронил, эту камеру. А еще же есть момент законный, то, что со штатива нужно уже разрешение, а с монопода не надо. Много где есть ограничения по наличию штатива. А вот, они прикапываются к моноподу тоже, но удается отбазариться. А вот, есть другие ограничения, например, на диаметр объектива. Серьезно? Да. 72 профессиональные, а до 72. Не профессиональные, а про 72 никто сказать ничего не может. То есть, 77 это уже проф. Никоны большие, Кэмоны. А вот этот вот, он любительский. Потому что у них 72 миллиметра, а не 77. Поэтому у них фильтр купишь. Все фильтры на 77. Приличные. Ну, я купил. Нет, ну как бы, нет, ну продаются. То есть, на такой же. Продаются. Но просто на 77 лежит, вот сколько хочешь. А на 72, на заказ, да, конечно, выбор из двух. Вот поляризационный, вот просто прозрачный кусок уклонного стекла, вчера вырезали. То есть, сложно, да. А на 77, пожалуйста, вам фильтр защитный какой? Серии Кенка Диджитал или, я не знаю, там, Сам Янг L37? Нет, бери, Сам Янг. Голов нет, я Сам Янг. Но, это Шоттовское стекло, это Шнайдер. Робрика. То есть, там все в порядке у фильтров. Но, с другой стороны, выбор есть. А на 72 этот выбор не найди. Еще очень туго с маленькими фильтрами. Вот тут вообще засады. Бывают очень крутые объективы с маленьким посадочным диаметром. Есть какой-то бытовой барахлоном. Все. Самое лучшее, что их можно найти, это поларои. Они хотя бы приемлемо по качеству. Ну, так, не хороши, не плохи, просто спим пока. Ну, ладно. Значит, это что касается всяких там аксессуаров и обвеса. И эта тема абсолютно бесконечна. Потому что этого обвеса существует сколько хотите. Деревянную рукоявку хотите к камере? Звучит как идиотизм, да? Поснимайте в Таиланде. Она выскальзывает. А дерево держится в руке. Там чуть ли не сандал. Там какое-то дерево дорогущее. Ну, так оно и стоит соответствующе. А есть еще, которые выведены кнопочки. То есть там внутренне дырка просверленная. Кнопочки сверху на пластиковую панель. Она держится за дерево. Пожалуйста, без проблем. Но все это есть. Теперь возвращайся обратно к оптике. Вот у нас очень часто возникает одна и та же задача. Нам нужно каким-то образом, магически, сопоставить нужное нам фокусное расстояние и дистанцию съемки. Либо, например, у нас есть объектив, мы хотим рассчитать дистанцию съемки. Либо наоборот. У нас есть дистанция съемки, разумея в студии мы знаем, да? А мы хотим рассчитать, какой нам нужно объектив. И на самом деле все это считается очень легко. Тут бешеные погрешности, потому что формула тока Лиза показывает, что я делаю неправильно. Вот прям действую совсем неправильно. Но для наших задач погрешности несущественно. Потому что все равно нам ничего не дают, чтобы получил, что нам нужен объектив 28,75. И что? Нам нужно понять, 24 брать или 30 уже. Потому что нет такого объектива, у него ничего. А если он зуб, то у него все эти там встаньи есть. То есть просто отсидите. Как это работает? Смотри. Вот у нас, допустим, давайте об студии будем писать. У нас есть студия. Мы позвонили в эту студию, узнали размер зала. Они говорят 47 квадратных метров. Я говорю, идите с квадратными метрами, сколько на сколько? И он тебе говорит, длина 6 метров. Много, да? 6 метров? Маленькость. 6 метров, вот 6 метров. Ну, смотрите, вот здесь фон, да? Вот фон. Так? Но мы же не будем вот так человека снимать. Мы, значит, его отодвинем. Значит, ну, где-то вот здесь у нас стоит герой. Ну, дальше человек рисуем. Девочка. Девочка, вот она с косой. Девочка. Так? Вот здесь метр просто уехал, да? Фон, да, раскатай, да туда-сюда, да, к стене не прилегает. Значит, 2 метра, 3 метра. Как-то у нас студия, благодарительный, заканчивается. Ну, камеру надо поставить здесь, правильно? Хорошо, вообще сюда. Правильно, то есть я же не могу камеру вот здесь поставить. Я сам ничего в ней не увижу. Кстати, в таких маленьких студиях выручают монитор. Камеру реально ставишь вот так. Практически упираешь стену. На штатиле одна нога длиннее, две короче, и вот так. А что это делать, да? Ну да, а творишь, но есть поворотные, поворотные. Лучше, конечно, нормальный монитор, потому что, когда камера стоит криво, очень плохо видно. Поэтому лучше отдельный мониторчик, лучше китайцы какого-нибудь, чтобы в руках. Ну вот, давайте отсюда тоже метр отступим. Здесь всего было три, четыре, пять, три, четыре, пять, шесть. Значит, камера у нас стоит вот здесь, да? Здесь стоит у нас камера. О, я же предупреждал. О, вот, здесь написано. О, вот, Алекс. Сам маркером написал. О, ну, значит, получается, что от дистанции съемки два метра. Теперь, какую крупность мы хотим? Что мы хотим крупность? Ставим. Линир разделили. Значит, будем считать два объектива. Крупняк и рост. Поехали. Начнем с роста, с ним проще. Значит, мы девочку упрямь головой в край кадра или дадим воздух? Дадим воздух. Значит, нам нужно примерно вот так. Это кадр. Значит, это наша девочка. Она стоит где-то. Давайте посередине мы нахромакируем ее снимать, мы подвинем туда надо. Значит, вот здесь у нас тут примерно 10% в площади кадра. И вот у нас девочка. Вот у нее лицо. Вот у нее лицо. Вот. Вот она, девочка. Вот у нее там. Ноги будут стоять на краю кадра? Нет. Нет же. Значит, и ноги. Вот. Вот так мы любим вам сейчас снимать. Вот наши любимые кадры. Вот просто. По коленке. Нет, знаешь, не по коленке. Шнурки, блин. Базнурки. У меня есть один замечательный оператор, который всегда, вот если это в поле кадра, то он обязательно снимет вот так. Все, все хорошо, отвора пальцев не хватает. Давайте ее как-то вот так отснимем. Вот она у нас, девочка. Вот. Ну, будем считать, что почти в край. Спасибо. Спасибо.